Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Недостоверная информация, которая распространяется в устном виде. Или как в обычной жизни мы играем в сломанный телефон. Зачем людям нужны слухи, как с ними обращаться и как на них реагировать? Сегодня с нами психолог Елена Яшина-Ахундова. Елена Закировна, здравствуйте! Здравствуйте, Галя! Говоря о слухах, сразу на ум приходят британские ученые. Такой мем, который придумали, чтобы как раз оправдать недостоверную информацию. Ну, знаете, да, отчасти в этом есть история такая, правильно. Но в качестве, если уж так шутить, продолжать, то в качестве британских ученых часто выступают мужчины. То есть в этом смысле, ну, например, когда мы говорим, кто больше искажает информацию, слух, мужчина или женщина, то мы говорим, конечно же, мужчина, потому что они придают ей оттенок достоверности. То есть если, сейчас поясню, если женщина может сказать, я где-то это слышала, в культуре ей разрешается быть, ну, давать недостоверную информацию, то обычно мужчины делают следующее. Они говорят, ну, так им неудобно, как людям таким, скажем, наделенными серьезными чертами говорить о том, что они как-то передают информацию просто из уст в уста, то они говорят, я читал это в таком-то журнале, там, например, то есть ссылки прямо есть. Это есть такие замеры. Да, действительно, придаю недостоверность искажает слух в большей степени. Это правда, потому что таким образом вы уже серьезнее к нему относитесь. Что же это такое, наверное? Да, что же такое слухи? А то мы уже начали говорить. Ну, слухи – это феномен массовой коммуникации, то есть это массовая коммуникация, такая же как СМИ, кстати. То есть общение через СМИ и с помощью слухов – это такие, ну, если неравноценные, то значимые направления. И это информация, передаваемая на уровне больших группы из уст в уста. То есть что-то где-то слышал? Нет, не что-то где-то слышал. Когда что-то где-то, это вас может не волновать, например, информация. В данном случае речь идет все-таки о значимой информации. Понимаете, вот когда вы передаете, все-таки для того, чтобы информация на больших группах ходила, там значимость должна быть достаточная. Ну, то есть, либо это что-то о небезопасном. Ну, например, вы когда говорите, что что-то там происходит, например, теракт, возможно, или что-то, то, конечно, это важная для всех информация. Или, например, экономические слухи очень сильны. Там ожидания дефолтов и так далее – это тоже про это. Всяческие мистические истории с непонятным источником – это, например, там слухи о конце света и прочее – это тоже слухи. Говорят, зима будет холодной. Ну, зима будет холодной – это мало кого волнует, на самом деле. Это такое, как бы, слухом это не назвать. Когда мы просто обмениваем все информацию, ее оцениваем – это не слух. Говорят, вот когда это, как бы, какое-то цепляющее, важное явление, которое может изменить настроение общественное – да, вот это слух. А что такое сплетни? Ну, а сплетни – это когда на уровне малых групп про соседей мы говорим. Вот это то же самое, только про соседей. Мелкая такая, мини-слух. Механика та же, и возникают они по одним и тем же причинам. Ну, как бы, не причинам, а вот что влияет на интенсивность слуха? На интенсивность слуха влияет интерес к теме, то есть вам это должно быть очень интересно, а также дефицит источников информации. То есть, когда вам очень интересно, что произойдет завтра, и нагнетает ситуация, и вы видите, как будто бы факты какие-то уже подтверждают это, а, например, официальной информации нет, вот это, конечно, слухи распространяет, безусловно. И меня удивляют иногда официальный орган, когда они не дают официальной информации. Чем дольше они молчат по интересующей теме, тем больше слух, больше интенсивность слуха, конечно же. Сплетни – та же самая история. То есть, когда, например, вы неизвестный человек, и ведете себя странно, то бабушки у подъезда, конечно, там могут, или там сотрудники, коллеги, могут, конечно, фантазировать больше по поводу человека. Как только человек рассказывает что-то, там про себя объяснение понятно, оно удовлетворяет всех, тогда, конечно, нет. То есть, механика похожа, но просто это разный эффект такой, значимость разная. А вот еще про источники, откуда они берутся? Ну, в данном случае, во-первых, важно, слух все-таки опирается на неизвестные источники информации. То есть, вы не можете найти его, как бы. Но откуда они берутся в реальности, они берутся либо случайно, либо действительно их запускают. Вот. Единственное, я не соглашусь с коллегами, которые там сейчас, ну, мы видим много статей, когда там некоторые люди, якобы там эксперты говорят о том, что слухи очень часто используются в маркетинге и так далее. Это не совсем так. Дело в том, что, ну, так могут говорить люди, которые, может быть, недолго имели, недолгий опыт по работе со слухами. Просто мне довелось поработать со слухами, прям так всерьез, в начале своей деятельности. Пиар. Могу только отметить одно, что до конца понимать, как слух пойдет, мы не можем. То есть, всю вот эту траекторию хождения слуха предугадать невозможно. Нет такого, такой, может быть, методики проверки людей? Это очень спорная методика. Проверить вы можете, но просто вы не понимаете, каким концом по-моему ударит. Это так только кажется, что там вы понимаете, как слух пойдет. То есть, еще раз говорю, там очень интересно траектория строится. То есть, сначала мнение как бы одно может быть, а потом раз. Во-первых, удивительно, когда слух имеет хождение, иногда информация исправляется по ходу. Вот даже я всегда поражался, вот как, например, раз, искажение растет, растет, растет. Там вроде бы правильно все идет и в негативном там ключе. Вдруг раз, и на каком-то этапе раз, исправление идет. Вдруг раз, информация таким образом выстраивается, как будто бы вот негатива не было, например. Это от многих факторов зависит. Во-первых, от людей, которые передают. Это может на какую-то группу людей попасть, которые по-своему исказят информацию. Это же тоже искажение в позитив. Или, например, это сам образ человека, про которого говорят. То есть, или сама вот как бы, например, наличие других слухов в этот момент. Вы же не всегда понимаете, что происходит. Но то, что слух, конечно, это очень мощное где-то и орудие, и то, что это очень мощное средство массовой коммуникации, это факт. То есть, иногда невозможно устоять в этом плане, и приходится на какие-то действия идти. Я вот припоминаю случай, кстати, совсем недавно подобное было, когда на предприятии пошел слух, якобы позитивный, про то, что людям дадут премию. А руководитель не собирался этого делать. Ему пришлось все же дать премию. Не в таких размерах, как там в слухе было, но тем не менее. Ну, слухи запускали всегда, понимаете? И к слухам, особенно в России, прислушивались всегда. И это правильно. Вообще, вы говорите как будто бы о каком-то совсем негативном явлении об этом. Но ведь это же информация, это неформальная информация, которая есть в массах. И которая, как бы она настолько остра в данный момент, ее настрая важна, что она ходит и передается людьми. То есть, мне кажется, вообще население России очень хорошо умеет пользоваться слухом. Ну, то есть, например, у нас же как говорят, информация идет дели на два, да, например. Но мы слушаем, наряду с официальной информацией слух работает. Вообще, россияне склонны к работе со слухами, тем, чтобы слушать. И это правильно. Ну, потому что есть официальная, есть такая информация, есть информация, которая там просачивается из каких-то источников достоверных. И в данном случае слух – это очень важная история, да. Это часть коммуникационной культуры, да. Но как научиться разбираться в этих слухах? Вы не разберетесь никогда до конца. Единственное, надо понимать, что бывает, когда запуск слухов идет, то обычно, чем менее, что ли, достоверен слух, чем больше искажения, тем в большей степени там добавляется какая-то деталь достоверная. Ну, например, в каком-то году, в какой-то момент, то есть какая-то фамилия там включается туда. Вот, если этого совсем нет, и только передается факт, скорее всего, слух, ну, больше вероятность, что он достоверен. Ведь бывают же слухи почти без искажений. Кстати, в России слухи часто оправдываются. Вы, наверное, это знаете, заметили. Потом мы проверяем, смотрим, подтверждает ли источник информации какой-то. Это же просто информация для проверки. А можно примеры какие-нибудь? Да, ну, элементарные примеры. Ну, например, когда, ну, про дефолты, например, информация. То есть про то, снимут или нет какое-то должностное лицо. Поэтому здесь тоже смотрят, как это все происходит. Ну, и чаще всего же оправдывается эта история. Ну, по крайней мере. 50 на 50. По-разному, да. Вот, но тут, смотрите, еще какой есть момент. Сам слух тоже влияет на обстоятельства. Ну, то есть, когда слух начинает идти, то, как бы, лица, принимающие решения, тоже на это обращают внимание, каким-то образом действовать. Но, еще раз, это не обязательно связано с людьми. То, о чем я говорю, это скорее безопасные слухи, да. А это могут быть и опасные слухи. Ну, например, вот те же слухи о конце света, они не настолько безобидны. Вот я смотрю, вот так на них среагировали, ну, подумаешь, там, о конце света. А вот я вам могу сказать следующее. Что, например, в 2000 году, когда вот было наиболее мощные эти слухи ходили, то, например, была очень высокая аварийность на дорогах. Почему? Потому что из-за этого слуха, слух пугал на самом деле, люди просто чаще, ну, во-первых, люди чаще в стрессе находились, и, например, чаще садились пьяными за руль и так далее. То есть нам же кажется, что на нас это не действует, а это же среда, я недаром сказала, про большие группы. То есть это значит, что слухом охвачена большая масса людей. Это значит, что тебе его повторят не раз. То есть ты, например, идешь домой, там, говоришь, ну, там, ерунда, услышала где-то там на улице, а тебе дома говорят об этом домашний, и потом еще где-то. И тогда получается, что ты как бы хочешь, не хочешь, а ты под влиянием этого находишься. Слух имеет и позитивное влияние. Ну, например, вот тоже, конечно, не хочется, вот об этом, может быть, в каком-то таком ключе коммуникационном только говорить, но тем не менее, вот, например, всякие явления, вот, например, прибитых явлений Богородицы, они с помощью чего распространяются? Тоже с помощью слухов. Было, не было, но в любом случае явление-то идиот, и, между прочим, люди побеждали благодаря таким историям. То есть слух может иметь и такое очень серьезное положительное влияние. Но тут уже про веру, наверное, больше в это русло. Конечно. То есть если это группа верующих, и если в данном случае это соответствует их боевому духу и настрою, то если при этом они сконцентрированы, то, что хороший слух тоже может быть расслабляющим, если люди сконцентрированные понимают, что им все равно придется, что им надо будет сражаться, а не просто там надеяться на чудо, то это подкрепляющий, мотивирующий фактор, да. Но бывает и наоборот, бывает, что это расслабляло. То есть, например, в годы Второй мировой войны мы тоже знаем об этих историях. То есть это все, да, то есть сложное такое явление, вот такую тему подняли. А можно сказать, что практически все поддаются вот этому распространению? Да, конечно. Потому что, еще раз говорю, это важная для вас информация. То есть, конечно, поддаются. Если человек не идиот, если он хоть чуть обучаемо реагирует на среду, ну, конечно, он единственное может по-другому на это реагировать. Ну, то есть он, может быть, не будет там бежать восторженно говорить, я вот знаю, там будет то-то. А он может сказать, ну, там, говорят, может быть, нам надо как-то на это обратить внимание. Например. Ну, то есть, ну, вы же, например, не будете не обращать внимания на то, что там теракты начнутся. Наверняка. А вы тоже об этом задумаетесь. То есть, и в этом... Это я все говорю о каких-то прошедших уже вещах, да. Но все равно вы будете думать, все равно будете каким-то образом опасаться. Естественно. Кстати, слухи, связанные с безопасностью, после 2000-го года вышли на первый план. А обычная коммуникация между людьми может порождать слухи, где люди, общаясь, просто не поняли друг друга? Ну, скорее не слух, а, может быть, скорее искажение информации. Ну, вот сломанный телефончик как раз вот отсюда. Ну, про сломанный телефон что скажу? Вот сломанный телефон, сломанный телефон рознь. Если мы говорим о слухах именно, то там происходит действительно искажение информации. Но это не любой сломанный телефон. Все равно в основе там лежит значимая информация. Ну, например, если вы услышали, ну, предположим, о конце света, давайте на самом безопасном все-таки остановимся, то, конечно, например, вы будете это передавать с какими-то искажениями, но вы все равно сохраните главное. Вот сам факт там о дате или... Грядет. Грядет, да. То есть в каких-то там формах, да, понятно, там у фантазии могут быть совершенно разные, но на слух это может повлиять. То есть где-то будет спокойная информация, там типа, ну ладно, там все равно говорят о конце света. Она может сойти на нет. Если среда спокойная, например, высокая удовлетворенность потребностей безопасности, вот как в Швеции, там у них затухают подобные слухи достаточно быстро. Но в России, где все-таки, ну, как и люди, как и постоянно думают о безопасности, это у нас общая ментальная характеристика, она не связана с каким-то историческим периодом. То здесь, конечно, на всякий случай такие слухи прокручивают. Если мы говорим о сломанном телефоне, как передаче информации, например, деловой, то это немножко другая история. Там просто, там больше, кстати, искажений информации сущностной. Потому что там действительно фантазия может быть, кто как понял. Вот слух, он в этом плане, эмоционально, что ли, заряжен больше, понимаете? То есть он вот эту вот часть, он передает. Другой вопрос, что, конечно, люди передают слух в соответствии собственными ценностями, это естественно. И в зависимости от того, через что вы там передаете, если это запуск слуха, там может отменяться. То есть слух может взлететь и не взлететь, как вот в свое время там мы говорили. То есть и в этом смысле, например, там, ну, обычно же вот как запускали слухи там люди. Я сама не занимаюсь запуском слуха принципиально, потому что понимаю, что это может иметь разрушительный характер. Но знаю, что коллеги это делали, и, например, там, ну, в свое время в общественном транспорте, например, там они стоят, как будто бы люди разговаривают о чем-то. Вот, и обсуждают определенные вещи. А люди, или вот на местах скопления людей, на форумах, на выставках, на рынках и так далее. То есть, или вот по секретарям, по каким-то там таким коммуникациям, когда людей интересует информация. Это да. А как научиться передавать эту информацию, чтобы было минимум искажений? Или как понимать ее? Ну, смотрите, вообще надо понять, что искажения будут обязательно. Здесь даже не надо пытаться думать про себя, что вы объективно передаете информацию. Галина, и вообще, вот люди, мне кажется, очень часто уверены почему-то в том, что они прям все правильно понимают, и что они могут другого человека понять точно. Нет. То есть, в любом случае, вы же когда передаете какую-то информацию, вы ее кодируете, другой человек ее получает. Искажение – это объективная реальность. Ну, единственное, опираться на факты, запоминать фактические истории. Вот и все. Но вопрос, зачем это? Мы же не передаем фактическую информацию. Если давать рекомендации руководителям, которые хотят, чтобы их подчиненные выполнили информацию, передали информацию объективно, то здесь просто надо страховаться официальными бумагами. Вот и все. Не надо через людей только это делать. Вот есть такая ошибка руководительная. Там, например, проводят совещание, и там дают эту информацию, и через людей только передают. Если она важная очень, и имеет отношение к каким-то срокам и так далее, так делать ни в коем случае не надо. Потому что каждый поймет по-своему руководитель подразделения, и по-своему донесет. То есть это значит, что нужно передавать информацию на двух уровнях. То есть один уровень – это вот такой, чтобы там мотивировал руководитель и так далее своих подчиненных, а другой – это бумажный. У нас приказы отменились, что служебные записки, что вернее позволяет написать. То есть это не пустая трата времени. Вот в чем дело. Единственное, не надо платить бумаги зря. А если мы, например, там с помощью даже тех же мессенджеров сейчас просто прописываем информацию, сейчас же это вообще несложно. Интернет-то для кого придумали? То есть для того, чтобы все-таки люди могли написать информацию четкую, там, где требуются факты понимать. А вот там, где есть человеческий компонент, там, где есть мотивирующая роль, там, конечно, уже каждый может фантазировать. Но вот это вот дублирование информации, конечно, нужно. Как слушать и воспринимать слухи о себе? Сменим тему. Что ж мы сменим-то? Ну, о себе просто нужно понять, не обижаться, во-первых, то есть информация идет, и понимать, что вы можете с этим делать. Если, например, про вас говорят какие-то там негативные, неприятные вещи, то просто дать другую информацию о себе. То есть это значит, что просто недостатка информации есть. вы недодали что-то людям, недорассказали. Как это? Ну, например, хотите, я скажу. У нас одна женщина, как бы, говорит, я там переехала в новое жилье, и говорит, вдруг, значит, смотри, вот бабушки шушукаются, психолог. И она говорит, она принимала людей на дому. Говорит, и вот они там шушукаются, что-то говорят. И вдруг, говорит, я выясняю, что про меня идут информации, как про, там, как говорят, женщины с низкой социальной ответственностью. И я, говорю, я там спрашиваю их, а в чем дело-то, почему вы так решили? Они говорят, ну как же, вот к вам заходят люди, через час выходят, обращают внимание только на мужчин, то есть женщины не видят. И она говорит, что только после того, как я появилась там в эфире, где-то, она на радио начала тоже там разговаривать, участвовать в передачах, только после этого они убедились в том, что она психолог. Вот, ну то есть был факт такой, который подтвердил. Это, кстати, один из моментов, который может вам помочь слух, ну, отсечь, правильным образом поменять мнение о ситуации. Ну, например, всем известны были раньше такие выборные слухи, там, например, могли, там, желая испортить репутацию человеку, какие-то вещи говорить про него. И, например, если, например, был какой-то четкий факт, который бы опровергал, то можно это делать. Хотя, в целом, опровергать слух нельзя. Потому что, так же, как, ну, сплетню еще где-то можно, и то лучше факты предоставлять, а слух нет. Почему? Потому что таким образом вы распространяете дополнительную информацию о себе. Ну, например, вот, например, понятно, что, когда, например, что-то неприятное о вас идет, хочется рассказать знакомым, сказать, что это глупости и ерунда. Но дело в том, что кто-то, может, этого и не слышал. И вы, получается, что приносите сплетню, сами с собой. Так бывает же часто. То есть, эта информация нас-то трогает, но другим-то людям, в принципе, все равно. Они, может, это вы и не слышали. И вы сами, вот это вот, так сказать, крысу приносите этим людям. Вот тоже со слухами. Если, например, что-то идет, человеку кажется, что там это очень значимо, но кто-то же не слышал. Поэтому обычно это делается как? То есть, даются информации другого свойства. И это должна быть ваша повестка, не повтор слуха. То есть, какая-то повестка позитивная, другая, которая слух опровергает косвенно. Можно еще что делать, если известен источник информации. Такое тоже бывает. Либо вы, как бы, можете так дискредитировать слух. Вы можете дискредитировать источник информации. Ну, например, а, это вам там Петров сказал? Ну, понятное дело. Известные сплетни. А кому надо озвучить это все? С кем вы разговариваете? Если, например, в данном случае идет разговаривание, ну, смотрите, если речь идет о больших группах, все-таки о слухах, то СМИ один из источников, где вы озвучиваете это. СМИ, массовые мероприятия и так далее. Если это речь идет о вас лично, то вы можете и лично какие-то вещи говорить значимым лицам, от которых распространяется информация. Поэтому говорят, дружите с людьми, которые являются коммуникаторами, то есть, которые распространяют информацию. Мы же понимаем, что есть такие люди, они все собирают, на них средоточено, как бы, в некотором смысле, такое, там, ну, региональные, там, какие-то сплетни, там, как такие информационные агентства. Они работают прекрасно в этом плане. Все к ним идут и спрашивают. И вот я считаю, что вот таких людей надо учитывать, конечно. Их обычно, как таких вот основных, ну, не меньше, там, 20-ти обычно, ну, если вот взять, там, город какой-то. Вот. Ну, и больше, конечно, потому что у всех разная интенсивность с работой с информацией. Слухи вообще, знаете, как к ним надо относиться? Как их, ну, сплетни здесь я говорю, то есть, это мини-слух с тем же самым рисунком. То есть, есть там два компонента. Это эмоциональный источник, то есть, эмоциональные характеристики и информационные. Вот эмоциональные, они могут быть разными. Они же могут быть негативными, позитивными, негативными с известным объектом, там, опасности и так далее. Позитивные с известным или неизвестным объектом. Это разные вещи. Ну, вот, например, там принято делить, там, слух, там, пугало и негативный слух, агрессивный слух. Ну, предположим, если, например, слух касается определенной этнической группы, Час же говорят, что вот мигранты там затеяли. Это тоже слух. Обычно же мы не знаем про это. Но это известная вещь. И таким образом, например, что это может вызывать? Это может вызывать конкретные негативные действия, агрессивные против какой-то группы. И реальные столкновения. Если мы говорим про неизвестный источник опасности, тогда это вызывает все до панических состояний. Потому что вы не знаете, куда приложить агрессию. Если мы говорим о позитивном, то другая история. Другая сторона. Позитивный слух чудом может либо расслабляться, либо собирать. Слух желания может вас настраивать на то, что вы требуете, например, у работодателя зарплату. То есть тут вы уже в ожидании сидите. Это же тоже эмоциональный компонент. Он очень о многом говорит. Кроме того, есть информационная шкала. Раньше мы карту слухов рисовали в связи с этим. Это когда слух имеет минимальное искажение. Он может быть максимально достоверно. Искажения есть всегда, потому что передают люди, понятно. Но есть слухи с минимальным искажением, а есть, наоборот, с минимальной достоверностью или недостоверной слухи. Там из достоверного только какая-нибудь дата. Или что это было. Ну так тоже бывает. Кстати, прямо еще раз говорю, обратитесь на это внимание. Чем четче обычно дата или какой-нибудь малозначимый, но придающий достоверности факт, тем с большей вероятностью это недостоверная информация. Потому что когда информация какая-то пугающая и так далее, то там передают только вот это содержимое эмоциональное. Ну то есть самое важное. А остальное теряется. Обычно. Ну если только еще раз говорю, по дороге кто-нибудь, как вы сказали с британскими учеными, кто-нибудь ответственный, не сошлется на какой-нибудь источник публикации и так далее. Как мы делаем? Обычно спрашиваем, если там источник есть, человек, насколько он там достоверную информацию передает. Поэтому обычно все же мы слушаем-то где-то в массовых местах, но потом перепроверяем, постараемся присматриваться. То есть слухам верить напрямую нельзя, проверять их стоит, конечно же. И в России так и делают, собственно говоря. То есть услышал, принял к сведению и пошел проверять. Но вообще не обращать внимания мы не можем. Мы находимся в этом социальном поле. Еще раз, если человек в себе, если у него все нормально с головой, он, конечно, будет это проверять и слушать. Потому что иначе это настроение будет владеть им. Я сколько раз замечала, что вот люди, например, которые говорят, ой, я не слушаю слухов. Да, но слухи воздействуют на тебя бессознательно. То есть ты в аварию попадешь или в какую-то еще другую историю. Лучше уж просто признайся себе, что да, у меня не очень хорошее состояние, потому что я это слышу. Лучше я не сяду за руль, например. Это я прям советую, кстати. Если человек чувствует, что на него это действует, лучше вот все даты, на которые там что-то должно прийтись, лучше просто, ну, минимальную активность просто проявлять и все. Потому что недооценивать это нельзя. У нас, конечно, вот в российской культуре, как бы мы слишком переоцениваем свою рациональность. Мы думаем, ну, вот это мы освоим. Вроде здесь я не чувствую, здесь у меня не болит. Но мы даже не представляем, как иногда, какова сила воздействия этого. Знаете, Галина, вообще лучше профилактикой, конечно, слухом заниматься. Вот если так уж на то пошло. Ну, во-первых, если говорить о предприятиях, наверное, мы больше, ну, если позволить, про это скажу. Потому что все-таки большие группы начинаются с предприятий, наверное. И там, например, я бы, во-первых, в каких-то конфликтных ситуациях, столкновениях, если какой-то есть там, интересов и так далее, давала бы прямо информацию. Если она есть, то прямо достоверно бы информацию давала. Не провоцировала бы этих конфликтов. Затем, по каким-то экономическим вопросам тоже, ну, как бы, чтобы было понятно людям, за что они зарплату получают. Получат или нет, что там что-то. То есть в целом вообще не там, не до мелочи это пояснять. Дальше, конечно же, например, руководителю знакомиться со своими подчиненными, не быть закрытым. То есть важно, чтобы было понятно, что его намерение прозрачное, что он из себя представляет. Ну, слава богу, это сейчас в культуре прижилось, понятно. Выстраивать свой там имидж-бренд в лучшем случае, если, ну, есть потенциал этого бренда. Это же тоже не зря вот это появилось, потому что это защищает человека. То есть все же это значит, что не рухнет, скорее всего, образ в одну секунду. Вот. Ну, конечно же, в данном случае формировать корпоративную культуру и культуру коммуникации в компании. То есть для того, чтобы было понятно, у кого спросить, если что. То есть указывать на это. Это очень важная вещь. И по острым вопросам давать быстрые комментарии. Елена Закирина, вынуждена вас прервать. Время выпуска нашего вышло. Резюме по слухам. Слухам надо доверять, но проверять. Нет, слухам надо слушать, доверять им не надо. Слухи надо слышать, их надо проверять и не стремиться быстро передать информацию. То есть проверяйте, проверяйте, ищите достоверные источники информации. Спасибо большое. Сегодня о слухах, сплетнях мы говорили с психологом Еленой Яшиной Ахундовой. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова